Китайская продукция буквально атакует мировые рынки, привлекая потребителей в первую очередь своей дешевизной. Как относятся в Грузии к товарам с этикеткой «Made in China» и как китайские предприниматели торгуют в стране. На тему работала Лика Жоржулиани. Это тбилисский «China Town». В торговом центре Лилой-Сити несколько десятков китайских магазинов. 150 работников приехали в основном из двух провинций – Футизьян и Сичуань. Работают семьями. Некоторые живут прямо в магазинах. Но большинство хорошо зарабатывают и снимают жилье. Уже выращивают китайскую капусту. Жан Пинг Ли 45 лет. Взяв кредит в китайском банке, он приехал в Грузию со своей женой два года назад. Из маленького, как он сам говорит, городка с населением 2,5 миллиона. Посоветовали приехать в Тбилиси ему родственники, которые уже освоились в Лилой-Сити. Ли надеется наладить свой бизнес. Параллельно учат грузинским. В Грузии очень хорошо. Теплые люди, чистый воздух, хорошая вода. Я люблю Грузию. Несколько десятков китайских магазинов работают и в центре Тбилиси. Здесь свои постоянные покупатели и со многими владельцами магазинов уже знакомы. Ясно, что самой привлекательной особенностью этих товаров является их цена. На качество рассчитывают единицы. Несмотря на свою приемлемую цену, качество часто не соответствует и не стоит покупать даже за дешевую цену. Один магазин за день продает товары в среднем на 250 долларов. Импорт из Китая за первые три квартала текущего года составил 224 миллиона долларов. Это больше, чем за весь прошлый год. Но наплыв китайских предпринимателей вовсе не означает поступление на вестиции в грузинскую экономику. Впрочем, Тбилиси надеется привлечь крупных китайских инвесторов уже в ближайшее время.